Приветствую вас, Елена. Если вы перечитаете своё сообщение, если вы перечитаете свой текст, то вы довольно быстро придёте к пониманию того, что он ведёт себя как родитель своему... Просто вот перечитаете свой текст и попробовав абстрагироваться немножко, просто вот постарайтесь сделать вывод, кто вообще-то говоря пишет. Кто пишет? Кто пишет? Я думаю, что вам очень быстро станет понятно, что пишет мама. А вы с вами его жаль, вы его понимаете, вам, вы видите, как ему тяжело, вот. То есть, ну, вы ведёте себя не как женщина. То есть, вы ведёте себя как родитель. Это первое. Это первое. Это первое. Второе. Что важно? Вы говорите, что хочу сохранить семью. Хочу сохранить семью, но это не значит, что... ээээ... не значит, что хочу сделать человека счастливым. Своего мужа счастливым. А ваш муж ушёл не просто так, а из-за проблем, которые у него были. Так или иначе. И это тоже нужно понимать. Что ваш мужчина... Мужчина раз ушёл, а потому что его что-то не устраивало. Да, он к вам привык. Да, ему с вами хорошо. Да, он, вероятно, хочет быть с вами. Это всё правда. Но! Ваше желание сохранить семью не повышает шансы на... эээ... то, чтобы сделать мужчину счастливым. Это разные вещи. Хотеть сохранить семью. Это одно, и хотеть сделать человека счастливым. Это другое. Потому что, видите, вы хотите вернуть мужчину в семью, но вы не хотите разобраться в себе. Вы не хотите... эээ... понять, что же вы делали, например, не так. Какие ваши действия привели к тому, что мужчина ушёл. Понимаете? Вы списываете на кредит, на тяжёлую беременность. Но... в этом ли дело? В этом ли дело? В этом ли дело? Конечно, нет. Дело не в кредите и не в тяжёлой беременности, а в том, как... как... человек это воспринимает. То есть, как... человеком... воспринимается то, что происходит. Да? У вас может быть действительно тяжёлая беременность. Но, извините, от этого никто не застраховывает. Да? Люди действительно могут брать кредит. Это не очень хорошо, но люди берут кредит. И это, ну, тоже нормально. Ну, такое ощущение, что мужчина как будто бы отказывается принимать ответственность за то, что он делает. Это очень важный момент. Поэтому, ещё раз повторю... повторю вам. что дело здесь не в том, чтобы сохранить семью. И не в том, чтобы вернуть мужа в семью. Человек не является предметом, который нужно возвращать. Человек является личностью. Человек является ценностью. И воспринимать его желательно именно таким образом. Воспринимать человека желательно именно так. Когда вы говорите, что вы хотите вернуть мужчину и сохранить семью, вы говорите о себе, но вы не говорите о нём. И по факту, то, что вы о нём не говорите, то, что вы в нём, как в таковом, как в личности, как в человеке, не заинтересованы, является серьёзной проблемой. Потому что вы свою неудовлетворённость пытаетесь компенсировать за его счёт. Что в итоге приводит, к сожалению, вот, к определённому, ну, к определённому негативу. Дальше, значит, вот вы пишите, что всё началось у него с кредитов, большая сумма у меня с тяжёлой беременностью была. Срывалась, вот и нашёл её, забыв обо всём. Ну, во-первых, опять же, срывы. Нужно понять, из-за чего вы срывались. Потому что у вас есть ребёнок первый, у вас есть вот второй ребёнок. И вот всё это как-то нужно осознать, зачем, имея одного ребёнка, заводить второго. То есть, собственно, из-за чего срывались вы. То есть, срывались вы, вы, там, например, из-за беременности, действительно. Или из-за кредитов, или из-за чего-то ещё. Ещё. Это очень важно. Это всё очень важно. Да, мужчина, он, ну, не справляется с ответственностью своей. Допустим. Допустим. Допустим, человек не справляется с ответственностью. Ну, на самом деле, не справляется. Можно это понять? Да, можно. Можно понять, что человек таким образом решил вообще просто уйти, образно говоря, от ответственности своей, да, и как бы, ну, сменить, сменить, так сказать, вектор своего поведения. Можно так сказать? Можно. Но, что это означает? Что это значит? Это значит, что мужчина достаточно слабый и ненадёжный. Сознайте. И вы хотите этого человека вернуть, ну, к себе? Вы хотите этого человека вернуть, к семью? Ну, на мой взгляд, здесь, надо задать себе вопрос, почему я этого хочу. Почему я хочу, чтобы тот, кто, в общем-то, бросил меня, тот, кто изменяет мне, да, был со мной. Это, мне кажется, очень важный момент здесь. Важный момент именно для понимания, для понимания вас. Для понимания вас и для осознавания того, что вы делаете, для чего вы делаете и прочее. Вот. Вот. Что вы видите, находится в такой вот позиции жертвы. Вот. И, как я уже сказал, да, в позиции мамы, в позиции матери, вот. Ну, эта позиция матери, она, к сожалению, хорошего ничего не даёт. Эта позиция, кроме только того, что отдаляет вас от молодого человека, ну, отдаляет вас от мужчины, по сути. Вот. И всё. Вот. Поэтому на этот момент тоже постарайтесь, пожалуйста, обратить внимание. Я это вам говорю, что не для того, чтобы, там, унизить, задеть и прочее. Я это вам говорю для того, чтобы вы обратили внимание на данный аспект. Дальше. Он забыл своих друзей родню, на работе проблемы начались, начал пить, курить, не пил, не курил в 10 лет, очень хочу схоронить семью. То есть, по сути, для него это звучит, ну, наверное, примерно так, что я могу делать всё, что хочу. Она меня, в любом случае, простит. Вот. Она, в любом случае, ко мне, ко мне, ко мне относится хорошо, я могу в любой момент к ней вернуться. Вот. Так это звучит. Он сам не говорит, что он в смещении, как ему выбраться из этой ямы, в голове у него каша. Он, может быть, вам и говорит, но он говорит это вам, как своему родителю. Знаете, как маму. Не как женщине. Вот. Потому что, говоря, он, если бы он говорил вам это как женщине, он бы испытывал, ну, как минимум, бескомфорт того, что на вас перекладывает ответственность за то, что он, в общем-то, сделал сам. Вот. И, да, если у него проблемы, он может обратиться к психологу сам и со всем разобраться. Понимаете? То есть, это вопрос восприятия. Как он воспринимает вас? А он воспринимает вас, он, опять же, благодаря тому, как вы себя ведете. И если вы его жалеете, а вы его жалеете, то вы ставите его, во-первых, себя выше, чем он. И если человеку какого-то нравится, он в этой позиции остается. Переносли ответственность на того, кто поставил себя выше. Ну, а с другой стороны, вы считаете таким образом, что человек находится не там, где он должен быть. Что, как бы, тоже, в общем-то, не очень хорошая история, потому что человек находится ровно там, где он должен быть, потому что к этому привели его действия. Вот. Далее. Он приходит к нам, помогает мне с детьми. Кому к нам? Что вы говорите? Помогает мне с детьми, это хорошо. Мне с детьми, это хорошо. Но кому к нам он приходит? Ко мне пристает, хочет-хочет секса, но ночевать уходит к ней. Вам не кажется это странным? То есть, такое вот поведение. Не кажется вам странным? Странным в том смысле, что... Игра на две стороны получается. Не кажется вам странным, странным в том. Так, уже 4 месяца, помогите, что мне делать? Помогите, пожалуйста, вернуть его в семью. Ну, собственно, спорва разобраться в себе, в своем поведении. Наверное, поработать немножко с самооценкой, потому что здесь, не кажется, у вас есть проблемы. Дальше, я думаю, машина, уже увидя ваши перемены, сможет решить, что ему делать. То есть, либо он захочет вернуться к вам, вот, либо нет. Я думаю, я думаю так, я думаю так, я думаю так. Сейчас вы хотите вернуть машину, ну... Просто... Ничего, ничего не поменялся. Вот. При том, что у человека тоже чего-то не хватает. Вот. В целом, такая вот история. Мне кажется, что вы выстраиваете неравнобравные отношения по принципу родитель-ребенок, а не взрослый-взрослый. Из-за чего и возникают все трудности. Вот. Из-за чего, собственно, мужчина ищет себе партнера, с которой он видел бы женщину в большей степени. Которая бы, если бы не распорялась, чтобы не он, да, в детях, которая не вела бы себя исключительно только как мама. Потому что с мамами не спят. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я думаю, что вам также нужно поработать с личными границами. Есть у меня такое подозрение, что вы не можете сказать «нет», что у вас есть проблемы с тем, чтобы говорить «нет». Мне кажется, у вас заниженная самооценка. Вот. Мне кажется, что вы, вот, такая, вот, кстати, чересчур, как это говорят, сердобольная. Вот. Сердобольная быть хорошо по отношению к людям, не имеющим отношения к вам, к вашей семье, там, к их друзьям, знакомым, может быть. Вот. Но быть сердобольным своим мужчиной, это значит, вот, вот, видеть такие вот действия. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится и сможешь найти из неё выход. lip review. Продолжение следует...